Друзья, я приветствую вас, сегодня у нас третья часть по управлению состоянием в объектах Блэйзера, ну и в Блэйзере в частности. Будем говорить про такое понятие, как стоит машина, немножко отличается от каскадин-вэлю, которой было речь в прошлом видео, но немножко побольше придется написать кода, но есть в этом свои, собственно говоря, плюсы. В общем, давайте переключаться в Visual Studio и начнем писать код. Друзья, хотелось бы напомнить, чтобы не пропустить видео, лучше, конечно, подписаться на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, шлите деньги, посылки, в общем, давайте общаться. В общем, ладно, поехали. Итак, я создал новое приложение, абсолютно новое, на базе WebAssembly, наверное. Давайте проверим, я честно говоря что-то… Да, WebAssembly и, собственно, давайте его запущу, покажу, что он абсолютно голый и работает как обычно, нажимаем counter, кликаем, все считается, переходим на другую страницу, возвращаемся, counter пустой. Ну, в общем, это неприятная ситуация, давайте решать. Итак, первым делом, что нужно сделать, надо создать так называемый state machine, вернее state service, который будет, собственно говоря, содержать какое-то состояние и глобально перешарить его на все объекты. Ну и, конечно же, этот объект будет у нас теперь находиться в BKND, то есть, в основное отличие от того, что было реализовано в прошлый раз, это то, что мы создавали компонент Razer, который, в частности, является наследником component base, внутри которого реализованы все механизмы, которые мы воспользовали, чтобы обновить состояние. Теперь эти механизмы будем реализовывать сами, и для этого давайте создадим, ну, для начала я создам папку services по образу и подобию. Теоретически, конечно, можно было назвать, там, какой-нибудь state machine, но я назову, там, state service, ну, просто мне так удобнее, а вы, собственно говоря, называете, как хотите. Итак, state service в папке services, и, в общем-то, здесь ничего сложного нет. Нам единственное, что нужно здесь создать как раз то самое свойство, которое будет int, которое типа int из названия count, и нам здесь нужно сделать некоторые обработчики, которые ранее были реализованы через внутренний механизм Blazera, теперь мы их будем реализовывать сами. Ну, для начала мы сделаем небольшой порядок. Ну, смотрите, у нас есть какое-то свойство, которое мы будем менять, теперь нам нужно сделать таким образом, чтобы мы могли его менять не напрямую, прямо установить его в сеттер, а, например, через какой-то, ну, допустим, публичный метод, который будет возвращать новое значение increment counter, и здесь будет у нас кто-то, который будет это делать, component base, ну, пусть будет component, и, соответственно, мы здесь должны сделать следующее. мы должны counter, ну, добавим, добавим просто единичку, и вернем новое значение, ну, вот в таком вот варианте. Собственно, сейчас это уже будет работать, единственное, что мы здесь, конечно, можем поставить вот такую штуку, ну, вернее, private set, чтобы у нас можно было достучаться внутри компонента, но извне нельзя было поставить сюда какое-то значение. Единственное, что мы еще должны сказать как-то всем компонентам, что мы изменили, собственно говоря, это значение, компонента, и это можно сделать через метод natify counter. Чем, значит, ну, собственно, речь идет о том, что мы должны сказать, кто изменил этот, собственно, значение этого компонента, ну, и, наверное, передать count как новое value. Этого метода у нас нет, давайте его создадим, и оно, собственно говоря, будет у нас делать следующее. У нас есть компонент, у нас есть value, и здесь мы дернем тот самый хендлер, который мы сейчас создадим. То есть те внутренние механизмы, которые реализованы при помощи cascading value, мы реализуем таким способом. Будет у нас публичное, как это называется, свойство, вернее, событие, event, пусть будет action, и здесь мы как раз, ну, давайте вот сразу укажем компонент base, и у нас интеллое значение, и пусть оно будет nullable, потому что его может, как бы, не быть подписки, и здесь скажем, ну, пусть будет counter, counter, changed, ну, вот такая штука будет. Вот. Собственно говоря, здесь нам теперь нужно что сделать? Нам нужно сказать, что если у нас counter changed, то есть если у нас это событие не равно нулю, мы тогда inBlock, то есть вызываем и говорим, кто его вызвал и с каким value теперь у нас, собственно говоря, counter. по большому счету это все. То есть теперь, в общем-то, мне осталось за, как будто, за использовать этот компонент где-то вне, ну, допустим, ну, допустим, на той же самой страничке, которая называется counter, но здесь некоторые нюансы есть. Смотрите, раз у нас есть какое-то событие, в данном случае event называется counter changed, то есть изменен был счетчик. Нам нужно на него подписаться, и суть сводится к тому, что если когда вы на что-то подписываетесь, нужно правильно от этого отписаться. И это делается, на самом деле, очень просто. Давайте переключимся в counter и сделаем. Первым делом, что нам нужно сделать, это, конечно же, сделать inject. А, нет, я вас обманул. Для начала давайте зарегистрируем то, что мы будем injectить. Для этого нужно поставить builder services add scope и здесь нужно поставить state service. Прошу прощения. Так, и далее, собственно, раз мы его зарегистрировали, мы можем его заинжетить сюда, и это будет state service. Назовем его, не поверите, state service. И, соответственно, теперь нам вот этот… Еще раз, прошу прощения. Прошу прощения еще раз. Черт, убери. Ладно, я потом перезапишу. State service нам как раз вот этот count сюда нужно показать. Здесь от этого можно избавиться. Это нам тоже больше не нужно. А вот, собственно говоря, здесь нам нужно сказать, что state count… Смотрите, у нас есть increment counter. И, ну, компонент… Компонент… Давайте переназовем. Потому что правильно было бы назвать это, конечно же, sender. Ну, как обычно это принято в событиях. Потому что так будет, наверное, понятнее. То есть, кто… Кто, собственно говоря, посылает это событие, будет от этого все понятно. Здесь покажем this и… И все. То есть, мы инкрементируем counter. Говорим, что он у нас изменился. Но… Теперь нам нужно получить эти самые изменения. На тот случай, если кто-то в другом месте изменит. И здесь самая важная штука, что нужно сделать правильную отписку. Вернее, для начала нужно сделать правильную подписку. И ее правильно было бы сделать в методе in… Как он называется? Override… Сейчас, секунду. Он initialize. Вот. Здесь нам нужно как раз на вот этот state-сервис on события changes сделать эту самую подписку. Ну, пусть будет on, counter, ну, changed, например. Ой. Changed. И теперь мы этот метод создадим. И здесь мы скажем, что у нас здесь все-таки sender. Здесь у нас пусть будет value. И здесь мы скажем, что у нас… Самое главное, что происходит. Нам нужно сказать, что у нас state has changed. То есть, мы вызовем вот этот state has changed. То есть, тот самый базовый для блейзера, для фреймворка блейзер событие, которое обновляет весь UI, ну, и все зависимые компоненты. Там достаточно сложный механизм. Ну, в общем, когда у нас был изменен сервер. Ой, в смысле, это counter. Какое-то значение в нем изменилось. Мы подписываемся на событие. В этом событии обновляем весь UI. В общем, вот это вот. Вы видите, это будет работа. И для того, чтобы у нас произошла правильная отписка, то есть, когда компонент удаляется из памяти, нужно сделать, чтобы он имплементировал iDisposable. Это обязательно. И тогда у вас появится метод dispose, который вызывается тогда, когда будет компонент уничтожаться из памяти. И мне нужно здесь единственное, что сделать, вот этот метод сдублировать, скальпировать, грубо говоря, и здесь поставить минус, что обозначает отписаться от самого компонента. Сейчас, на самом деле, все уже работает. Давайте запустим, и я покажу, что это действительно так. Смотрите, у нас есть каунтер. Я кликаю, я перехожу туда, я перехожу обратно. Он уже сохраняется в состоянии, потому что висит как где-то в памяти. Ну, в частности, веб-осембле. Здесь сколп и, собственно говоря, singleton не имеют значения, потому что это, ну, в общем, это нюансы. Так, давайте где-нибудь покажем еще каунтер. Теоретически я могу сделать очень просто. Открыть сюда, написать вот сюда, допустим, каунтер. Нет, вот так вот это удалим. Запустим еще раз. Это должно, опять же, работать теперь с двух мест. Вот он, каунтер. Переключаю. Здесь уже шесть. Обратно. Одиннадцать. Давайте я покажу, что это в реалтайме работает. Ну, в том смысле, что прям намегация вот таким вот образом. То есть для начала мне сюда нужно сделать опять же inject того самого сервиса. State service. Ну, стоит машина, если хотите. И пусть она так называется. State service. Давайте я уже скопирую, чтоб написать. И вот сюда я теперь просто скажу, что мне бы плохо было здесь видеть то, собственно говоря, что. Давайте запустим. Проверим, что эта штука работает. Вот у нас 0. А вот она не меняется. Переключилась, поменялась. И здесь, как говорится, опять нужно сделать некоторые манипуляции, как вы заметили, не меняется. И не меняется, потому что я не подписался на изменения. В общем-то, давайте это сделаем. Выбирать. Да, кода приходится писать больше. Но тем не менее, есть в этом некоторые плюсы. Так, где у нас события. На counter-change мне нужно... Ну, пусть будет он counter-change события. И, соответственно, я его сейчас создам. И здесь будет, опять же, тот самый... Та самая магия. State has changed. То есть обновить нужно UI. Или, собственно говоря... Ну, пусть здесь будет value. Хотя здесь они мне не нужны. Ради приличия. Я не люблю, когда я неправильно. И, опять же, мне нужно сделать iDisposable, чтобы эту подписку правильно... Ой... Implement. iDisposable. И, соответственно, для того, чтобы у меня подписка была отписана правильно, нужно поместить ее в правильное место, чтобы система знала, что у меня все верно работает. Так, has changed. Ну, и, собственно говоря, осталось запустить. Проверить, что теперь это работает именно так, как изначально предполагалось. Я кликаю. Смотрите, counter меняется. Я перехожу на counter. Здесь кликаю. Ну, в общем, как вы видите, все работает. Ну, и на этом нужно останавливаться. И так все понятно. Друзья, на самом деле, все очень просто. Нужно просто понимать, как работает вот эти вот самые event. И подписка на них. Это очень старый способ. Еще пошел с самого-самого начала. Так называем PubSub. То есть Publisher Subscriber. Есть другие реализации. И мы про них поговорим чуть позже. На этом я с вами прощаюсь. Вам всего доброго. И пишите правильный код. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...